мантры удара это один из основных вот аспектов моего исследования в университете является изучением этой секретности мантр способов река их реализации в письменной форме прежде всего в рамках естественно тантрических традиций многие священные писания начинаются с утверждения о том что они сообщают некую тайну такую величайшую тайну чрезвычайно секретны это от и раха се глух я ты глух я гупта раха се гудга упам шу другие термины секретность значительной степени является характерной чертой всех тренд тантрических традиций включая буддистские и не только тантрических традиций кроме того как в учениях так и медитативных и перформативных практиках есть особые секретные элементы это такие вот как мантры янтры дьяны разные и вот я разную собираюсь рассмотреть так скажем систем например и техник скрывания мантры в письменных текстах особенно вот такие особо оберегаемый элемент мантры хотя секретность реализовывалась и в устной форме ну я сосредоточусь в основном на письменных способах скрывания мантр то есть те которые опирались на письменность и в принципе не могли без нее даже существовать вот в частности это использование всяких графических форм мы называемых простара гахвара там чакра прокручиваем ну вот здесь есть систематизация такой кратенький списочек неполный конечно же способов сокрытия мантры в писаниях ну когда мантра кодируется то фонема или слог практически никогда не указывается напрямую например нельзя сказать х нужно как-то указать на этот слог не называя его один из способов это указание положения фонемы а чтобы указать эту фонему нужна некая карта местности такой картой местности является алфавит санскрита он может быть оформлен очень по-разному слоги могут располагаться в обычном порядке в алфавите называемым именем так вот в алфавите матрика называем именем матрика или шабдараши то есть алфавит называем мужской как бы бог алфавита как известно санскритский алфавит частично сгруппирован по фонетическому принципу это алфавит делится на 8 групп называемых варгами тантрический алфавит особый так как он включает в себя после гласных анусвару и висаргу по сути это не буквы это результаты сэндхи заканчивая и заканчивается на композиционный слог кша таким образом всего в тантрическом алфавите 50 слогов слоги могут быть вписаны в таблицы таблицы с алфавитом могут быть самыми разными по форме вот эти вот они могут быть квадратненькими треугольными вверх вниз треугольник там дамару или вачра образными с разными ячейками квадратными или треугольными и способ внесения алфавита в эти формы тоже весьма разный вот здесь вот вот кругленький чакра вот это из моего текста джайрат хаямала тоже такая чакра или камала называется также а здесь мы видим на слайде один из самых длинных списков из 14 простары 14 гахвара из комментария сам марта мандала сутри сутры написанной ему кундараджи в текстах утверждается что они принадлежат монтана байрова тантре традиции и более общем это традиция кубчика этот список собран шотерманом ну вот еще один вид карты где может быть указана акшара слог это алфавит малини малини это тоже алфавит но он в другом порядке алфавит называется нади панта крама то есть начинающийся с на и заканчивающийся на пха что интересно что сама последовательность малини она добывается из обычного алфавита вписанного опять таки простару или гахвару чем отличаются эти термины простара гахвара чакра по сути по форме простара это обычно квадратные треугольные вверх это меру там или гахвара это треугольничек направлены вниз камала естественно круглый или чакра круглый но бывают и путаницы в этих терминах вот здесь из двух текстов опять таки с которыми я работала тантра садбхава тантра это 3 глава и кубчика мата тантра имеют 2 параллельных отрывка очень похожи но результаты немножко разные в случае тантра садбхава тантра мы имеем квадратный такую простару с буковками алфавита вписанными по часовой стрелке вот начинается в верхнем левом углу а а и и ну и дальше идет по спиральки то же самое описано в кубчика мата тантра вот такие два действительно очень похожие отрывки но дают немножко разный результат вот потом на основе этой простары добывается последовательность алфавита матри ой малине это одна строчка буквально для примера падама для машика чай вам или патр падама дешит музыка дни я из кубчика мата тантра это буква которая находится между по и да то есть это на на мы молчим мы не можем сказать это в тексте вот подобным вот подобные простары используются и для добывания мантр то есть они не видны в тексте но мы должны знать как их извлекать например мантра саух из более позднего шри видят текста вам а кешваримата шантантам каадисам нюктам а каантанта йоджитам то есть это та которая после той которая после ша то есть это са это первый звук мантры саух и так которая предшествует ка это соответственно бисерга и та которая после той которая после ай то есть это ау ну и мы должны их поставить в правильный порядок сами догадайтесь сами как поставить их правильный порядок вот естественно висерга идет в конце дальше вот ну это кодиру была кодировка мантры относительно соседних указания соседних букв но есть другие способы например указание направлений света вот в этот я сейчас промотаю обратно чтобы продемонстрировать тут вверху написано ист восток то есть мы можем сказать например первая буква на востоке там или первая в углу на востоке вот или вот там в кругленьких вот здесь еще способ в этой чакре здесь каждая линия оканчивается лотосом в лотосе на начальная буква это разные богини это в принципе 8 матри которые управляют восьмью группами восьмью баргами и вот можно сказать что там не знаю пятая буква в стороне байрови там или ее айшвари там где-нибудь такое вот такие способы указать на положение буквы в этой той или иной простаре ну и цифровой код цифровой код рассмотрим подробнее с примером вот в джая радха ямале джая радха ямале есть такой стишок там вообще много зашифрованных мантр вот он читается тогда 2 2 4 хам ту тут 3 3 3 чайва 4 хакам 2 ты янче 3 ты янче 4 ханче саму дареет панча 2 сагара раса 2 ты янче саптамам саптамам двикам нога огневеда вишая деша панча вот тут во втором стихе видны смысловые слова которые на самом деле не являются смысловыми словами а это скажем так указание на числа при помощи метода будто сангья будто сангья это когда мы говорим слово которое ассоциируется с какой-то цифры например веда всем известно что нет 4 мы говоря веда говорим цифра 4 это не то чтобы сильно способ скрывать это скорее способ писать математические тексты с красивым поэтическим размером ладно не буду вдаваться в подробности в общем результате этого стиха мы получаем ряд цифр 2 2 3 4 и так далее вот они в самом конце здесь вот эти цифры написаны что что это за цифрой что с ними делать вот у меня есть комментарий я рад хати пни я была мантра у дара типа не благодаря ему не без труда все-таки удалось понять что вот эти цифры которые выделила красным квадратиком это цифра обозначающие варгу а остальные цифры обозначают варну в этой варге один квадратик оказывается пустой вот это тоже типично то ли не преднамеренная то ли преднамеренная ошибка которая создала трудности непонятно что это такое но догадавшись что тут чего-то не хватает мы потом можем понять что между тремя и пятью все-таки стоит 4 это четвертая скорее всего варга вот результат этих учений мы добыли 15 словов то есть получилось у нас 15 пар 2 2 это значит вторая варга вторая варна это ха вторая варга третья варна это га вот получилось 15 буква это не конец истории но слишком долго будет рассказывать как потом из этих 15 и мы думаем еще 5 потом к ним добавляется анусвары ра и так далее получается в принципе 5 битши соответствующих пятью ликом ши садашевы вот есть еще котировка мантр способов способ такой без использования этих таблиц естественно этот способ уже может употребляться без опоры на письмо вот ну это часто узнаем можно узнать такого рода текст с кодировкой потому что мы видим перед собой бессвязный текст это цепочка каких-то слов которые make sense по сути вот могут быть и кодировки по технологии малень не могут быть знакомые слова заменители например чаще всего мы никогда не не должны говорить о мы всегда говорим праново вместо он есть слова заменители спицы такие коды специфические для линий передач такие и даже можно разные линии передачи разграничить по этим кодовым словам позже появились в помощь словари тантрикаблидана коши там и как широкоши и так далее которые помогают понять эти слова коды по сути своей они представляют собой там часто очень какие-то элементы доктрины имена богов сакральные понятия ну это особая тема что такое эти слова коды вот олег ярченков рассказывал про технологии нерукты нерукта тоже участвует в этой процедуре отчасти чтобы скрывать мантры в тексте указывать на какие-то буквы сказав ганеша мы говорим не ганеша мы говорим слога вот такие маленькие это особый способ шифрования почему потому что слова коды здесь конкретно это части тела богини части тела богини а также каждую части тела богини употребляет соответствует управляющие божество то есть это список божеств и вот либо этот список божества либо части тела используются эти слова для шифрования мантры вот самодевого судева в своей работе как раз вот собрала этого вернее нашел эту прекрасную богиню которая тело которой состоит из различных буковок но это не деванагари это шрифт губ ты 3 4 века нашей эры из него можно нарисовать такую женскую фигурку вот табличка последовательность букв маленький и соответствие их им разных частей тела и получается у нас такой странный текст например соедините живую душу с левой пяткой поставьте все по порядку вам а чан ган виту дживага парам парья крамага тага живая душа соединенная с левой лодыжкой идет последовательно по порядку здесь соответственно я вернусь даже на табличку дживага дживага вот она сага и левая лодыжка где у нас левая лодыжка ау боже мой вот лет шинк ау это ау получается саух та же самая по порядку как соединить нужно об этом знать вот ну аналогичная а нет это не не малине уже это пример из джая радха ямалы джая радха ямалы кодировка мантры через слова коды приняты традиции в принципе есть хиратэджис антака антака нира ваю индра бхаз каран вот и с другой стороны это комментарий который говорит о том что стира это значит притфибиджа лакара то есть это ла ну и так далее огонь это ра здесь сложность что значит антака два раза один антака это ма другой антака это кша один имеет отношение к богу смерти ямы другой а дипа ты и антака дипа ты ты не помню что это шакара антака какой-то господин смерти забыла что это значит дальше вот вода воздух и луна солнцем это все бит же различные указывающие на определенные буквы опять-таки не конец истории дальше добываются определенные мантры то есть соедините это еще с тем и с тем мы все вместе слепите получится там определенные биджа мантры по моему восемь шмашан получается биджа мантры и вот самые сложные как бы для распознавания способ это последний способ такой хрестоматийный достаточно пример из тантралоки абинавагубты где опять-таки зашифрована как бы мантра сауха о том что она там зашифрована непонятно никак без комментарии джай радха джай радхи комментатор абинавагубты аналогичные идея содержится также по моему в паратримшика виваране где слово сад значит са указывает на са и чаджиняна крия указывает на ау а висрынджете указывает на висаргу лично я на самом деле сомневаюсь что абинавагубты имел ввиду зашифровать здесь мантра сауха мне кажется что возможно это наложение комментатора джай радхи на вот эту мантру сауха на этот стих в принципе стих имеет смысл он сидит в контексте и распознать там зашифрованную мантру весьма сложно когда мы когда в текстах шифруется мантра очень не не легко достаточно узнать это потому что это там цифры какие-то без без связные порядок слов и так далее а здесь ну не знаю пинавагубта с другой стороны любит многозначность многослойность вот я думаю что нет времени читать этот стих в подробнее вот такой вот пример по всему это реальность примеры как бы двойного уровня шифрования ну вот на этом завершаю свое выступление по поводу способов шифрования мантры в тантрах а а а а поскольку логика этой предметой не знали, и понятно, что это не предмет реконструкции какого-то, в смысле, к тому же реконструкции человека, принадлежащего совершенно другой культуре и другому способу мышления. Но я тоже сталкивалась с этими вещами, в Игрете тоже есть такая идея, но, собственно, из нее, наверное, вытекает все остальное, что есть тайные имена богов. И тайные имена, они шифруют природу бога. Почему они тайные? Потому что если мы узнаем это имя, мы сможем обладать своим божеством. Поэтому оно это имя тщательно охраняет и зашифровывает. И здесь интересно то, что это тайное знание, оно тоже каким-то образом работает с текстом, работает со звуком. И эта работа со звуком все-таки основана на классификации звуков, которые существовали в геологической традиции. Что касается этой традиции, то есть ли какая-то связь с грамматикой, хотя бы с фонетикой более позднего времени? Есть ли связь с этих классификаций? Связь с грамматикой? Ну, организация, естественно, алфавита, так скажем, по фонетическому принципу, но все равно тантрики добавляют свое или как-то извращают как-то. Они, вот я так заметила, что в тантрических писаниях часто декларируются о том, что мы принадлежим или уважаем эту традицию. Но на самом деле на поверку, по факту оказывается, что не совсем так, или они как-то не так поняли, или специально, или не специально, но как-то это по-другому объясняется, не так как в фонетике. Где-то связь имеется, несомненно, но она такая неустойчивая связь. И еще вот по поводу функций, в принципе, у меня есть, естественно, большая глава, посвященная функциям этих шифровок и сакрализации. Это одна из основных или одна очень важных функций, почему скрывается эта мантра. Мантра, в принципе, это и есть божество или тело божества, и скрываются особо тайные мантры, которые являются, там, не знаю, центральными для какого-либо культа. Вот, чаще всего именно они шифруются. То есть вы абсолютно правы, что сакрализация и шифровка идут рука об руку. Если шифровка это замок, то ключ включается в состав текста? Как-то посторонне или посторонне уже не может? Еще одна функция тоже, номер два или номер один вместе с сакрализацией, это не допустить недостойных, непосвященных. Это исключительно направлено на посвященных традициях, чтобы текст не распространялся ненужным людям, или если он попал вдруг в руки, было непонятно. С другой стороны, еще интересный момент, это не только скрывание, это еще и наделение смыслом. То есть получается, там, как бы расширение смысла. Чем больше смысла символического, там, сакрального мы напихаем в одну буковку, тем больше мы, как бы, знаем тайну. На этих знаниях паутины должны забраться? Да, и сейчас там такое противоречие, что если, например, я принадлежу какой-то традиции, мне доверяют эти тайны, там, эти сакральные слова, эти слова-коды какие-то, я не должна их разглашать. Но я имею дело с традицией, которая уже мертвая. В общем-то, ни последователей этой традиции нет. И единственный способ добраться до этих смыслов, это комментарии. То есть фактические комментарии. Но если мы уже начитались этих комментариев, то можно потом, в принципе, без учителя догадаться, что же там имелось в виду. А вот если, как пример, это указывается в такой существовании форме мантра в каком-то тексте, то есть вот так она часть не скрывается. А способ применения этой мантры, для чего она, собственно, он тоже существовало нам кажется, или он уже как-то больше даётся? А, способ применения, это вот текст какой-то идёт, и там, например, описывается ритуал поклонения какому-нибудь божеству. И вот в контексте, а потом скажите мантру, оп, и скрыто. То есть по тексту виден контекст, где, какие вот инструкции там, или это медитация какая-то, или это ритуал какой-то, или это при инициации. То есть это именно отношение такое к мантры? Да, да. То есть у вас не правильно, потому что скрывается не применение мантры, а сама мантра? Да, именно, да. — Может, ты будешь применять тоже ничего? — И не йога, сазарка там. — И не йога. — Когда вы укрывали на экраны разные математические способы, мы не enough assoziация, так сказать, с выдающимися математиками, которые могут испечинить своей форме целую стенку. Мы там не поймем ровным счётом ничего. И, в данном смысле, перелеман был для нас таким же эзотериком, как люди, которые представили те тексты. Поэтому, возможно, что они были неплохо знакомы с математикой, наверное, в принципе. Да. Какие-нибудь четыре способы записи цифр, да? Точнее. Ну, у меня, в смысле, там, другой вопрос. Насколько, на ваш взгляд, широко вообще воспринимается методика шифрования? Или есть ли какие-то тексты, в которых, ну, появляются мантры или мантры там, наверное, дружат? Вообще, одна и та же мантра может оказаться в одном месте текста открытым, в другом месте текста закрытым. Это значит, что вот в таком контексте ее нужно прятать. Ареал распространения этого метода широкий достаточно. Но я, конечно, не могу сказать за всю Одессу. Но конкретно вот блок текстов Бхайрова тантры. Вот. Свитхаюгешваримата, Малени Виджайоттара, Тантра Садбхава. Вот это Шриматоттара, Тантра. Вот традиция Кубчика, в принципе, Кубчика Мата-тантра. Везде есть такие скрытые мантры во всех этих текстах. В Бхайрова-тантрах и Видья-питха-тантрах. Вот Джайратха-ямали очень много. И, кроме того, Абинавагубта тоже использовал такой же метод. Соответственно, по-моему, это 24-е, не помню глава. Или 29-е сам. Или 29-е, да. И, естественно, можно их восстановить по комментариям Джайратхи. Ну, вот. А Панчаратры, наверное, у вас есть? А Панчаратры тоже есть, да. А Лакшми-тантры есть. И там тоже есть список слов, вот этих кодовых слов. Я не помню, я встречала исследования даже на эту тему Панчаратры в шифровке. Потом в этих Шаткарма-тантрах, в Дамаре-тантрах, в более поздних таких тоже очень много. Да, да. В этих колдовских тантрах. Потом в Шривидье они используются. Ну, вот в Макесу и Рима-тал тоже, да. Очень, получается, очень много. Меньше в Сиддханте. Хотя в ранней Сиддханте тоже есть. В Шаево-Сиддханте. Да, в Шаево-Сиддханте поздний. В поздний меньше, вот поздний. Можно сказать, что именно мантры составляют самый главный тайм вообще спортической тесте. Да. Ну, мантра-марга, да. Это как один из таких распространившихся, основанных на мантре, именно как самая центральная сакральная часть. Он может описываться, кто хочет. Но со всеми детальными подробностями. Когда стоит на мантры, естественно, сразу хочется начинаться. Да. Коллегия, ну, наверное, Угай и Муанна. Предлагаю вам сделать небольшой шевелечек. Отечняйте. Да, да, и потом отразличим.